Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своём канале. Это своих дорогих подписчиц и также гостей моего канала, которые первый раз ко мне зашли. Сейчас будет расклад по просьбе моей дорогой подписчицы, которая попросила, чтобы я сделала онлайн-гадание на укрепление отношений. Итак, здесь шесть карт, здесь четыре короля, здесь есть император, и здесь есть ещё одна карта. Но я пока её не скажу, чуть попозже. Вы должны выбрать своего мужчину чисто интуитивно. Почувствуйте по картам, где он. Выберите её. И будем смотреть. Итак, выбрали? Шестая карта – это карта Дьявол. Почему я её поставила? Потому что большинство мужчин именно такими и являются. Именно Дьявол, которым нравится всё опасное. Они лезут туда, куда не надо. Они очень ведут себя такими агрессорами, сильными, может быть, мужественными, которые ничего не боятся и ходят по лезвию своей жизни. Ладно, начинаем. Первая карта. Император – мужчина, очень сильный, властный, мощный диктатор, страстный, импульсивный, возможно, взрослый, имеет хорошее положение, власть, он управляет, и ему нужно подчиняться. И первый вопрос. Какие у вас с ним отношения? Ну, я бы сказала, что вы с ним боретесь. Это как такая некая война. Кто победит здесь, неважно или не главное. Важно, что всё в процессе этой войны. А в ход идёт всё абсолютно. И подлости, и унижения, и уходы, и боль, и страдания. Вы просто не с тем мужчиной боретесь. Вообще с ним бороться не надо. От него нужно или уходить, или подчиняться. Второй вопрос. Что нужно сделать, чтобы укрепить с ним отношения свои? Не нужно никуда торопиться. Пусть всё медленно, шаг за шагом, своим чередом. Укрепляйте отношения на стабильности, на спокойной такой какой-то размеренной жизни, обстановке, на денежной базе, на ресурсе материальном. Вам совет от карт просто. Как поступить, наверное, что сделать. Но здесь уход. Здесь может быть как полностью уход от отношений, к которому, скорее всего, вы уже как бы пришли и стоите на грани всего этого. Или же отойдите в сторону, отойдите просто от этих отношений. Если у вас есть возможность, уйдите от него на неделю, на две, на три. Отдохните. Оставьте всё как есть. Не разбирайтесь, не ругайтесь, ничего не делайте. Просто отойдите. Потому что это необходимо для вас. Дальше. Кто загадал вторую карту? Это король жезлов. Мужчина очень сексуальный, очень страстный, импульсивный. Он, мужчина, добивается своего. За что он бы не взялся, он всегда доводит до конца. Это хороший руководитель, очень властный. Огненного знака зодиак. Это овен, стрелец или лев. Он такой работящий. Это карьеристы, мужчины. Итак, какие у вас с ним отношения? Сейчас, на данный момент, то же самое. Это борьба. Кто лучше, кто круче. Это может быть та же некая игра, я бы даже сказала. Вы с ним как два компаньона, как два одинаковых таких человека. И он вам, и вы ему хотите показать, кто лучше, кто круче. Что вам нужно сделать, чтобы укрепить ваши отношения? Здесь то же самое. Это помогать друг другу. Это быть всегда в такой информационной какой-то связи, где нужно звонить, общаться, разговаривать. Также это простота. Также это ребячество. Это эмоции настоящие, как у ребенка. И вести себя по-простому. Также никуда не торопиться. И строить отношения на материальном. На материальном. На помощь и так же. Вам совет от карт. Ну вот, то же самое. Видите? Шестерка кубков. Ностальгия. Детство. Ребячество. Эмоции. Неподдельные детские. Пускайте все это в ход. Даже то, что вы с ним боретесь, превратите это в детскую какую-то игру. Чтобы он не думал, что вы с ним боретесь, чтобы он не видел вас мужчины. Не надо вот этого допускать. Он мужчина, вы женщина. И если вы с ним начали вот эту борьбу, так скажем, игру, переведите это все в детство. Как вот дети маленькие в песочнице играют. Им там классно. Они так забавляются. Пусть у вас то же самое-то будет. Не перегибайте палку. Дорогие женщины. Это я вам советую. Потому что вы меня слышите. Не мужчина этот слышит, а вы. Дальше. Третья карта. Король кубков. Очень мягкий, нежный, добрый, чувственный, эмоциональный. Мужчина закрытый немножко. Любит на расстоянии. Вот платоническая любовь. Но это такое интересное. Это творческая личность. Это художник. И он умеет разговаривать глазами. Он умеет разговаривать стихами. По-другому не может. Он чувствует сердцем, душой, а не чем-то другим. Ну, чем-то другим тоже уже. Это когда в постели. Скорее всего, короли кубков – это мужчины-скорпионы, это рыбы и раки. Итак, какие у вас сейчас с ним отношения? Ну, это игра. Это проявление гибкости. Потому что, ну да, скорее всего, с таким мужчиной и надо вести такую некую игру, такую тонкую, психологическую, чтобы не перегибать палку, чтобы он не обижался. Потому что таких мужчин можно ранить взглядом. Даже слово не надо. Одним взглядом. Они очень чувственные. И держите вот эту середину. Баланс должен быть с ним. Баланс. Не перегибайте палку. Что вам нужно сделать, чтобы укрепить эти отношения? Это быстрая реакция на что-то. Также это поездки, это путешествия, это самолеты. И решайте что-то. Если вам сказал выходить за меня замуж завтра, берите его за шкирку и тащите в ЗАГС, чтобы он не передумал. Понимаете? Но мужчина кубков – это человек настроения. Вот он хочет сейчас замуж. Жениться, вернее, пардон. Значит, все. Он сейчас этого хочет. Может быть, завтра он, может, перехочет уже. Там начальство что-нибудь на него плохо там скажет. Или еще что-нибудь. И он уже не захочет. Так что, если он вам предложил, все, собирайтесь. Или он вам есть и в другом городе. Он говорит, прилетай ко мне. Вот через час. Скажи, хорошо, через час, только завтра. То есть, молниеносная реакция на какие-то действия. Если он вас зовет, приглашает, вам что-то говорит, назначает, и реагируйте быстро на это. Вам совет от карт? Ну, будьте постоянны. Также, вот то же самое, то, что я сказала по поводу свадьбы, да. Это могут быть документы, это могут быть бумаги. Выходите за него замуж. Ну, почему бы нет? Туз Пентакли. Это то, что вам... Вот он вам дам свыше. Это ваш мужчина. И реагируйте быстро. Пока он хочет. Пока он может. И никуда не торопитесь в плане, что дальше с ним как-то строится. Вот. То есть, быстро какие-то планы с ним на долгосрочное, на долго там что-то. Вот. Вот по мере их возрастания. Вот сейчас он это сказал, на это реагируйте, и возьмитесь за это, и делайте сейчас это. А что будет дальше там, через месяц, через два, это уже... Уже смотрите, что по ходу действия. Потому что Туз Пентакли это... Это деньги, большие деньги. Это бумаги, это недвижимость, это что-то крупное, это то, что нам дается свыше, с неба, Господом Богом. И... Не упускайте. Не упускайте этот шанс. Дальше. Кто загадал четвертого короля? Это король Пентакли. Король Пентакли. Какие у вас отношения с ним? Ну, вы еще работаете. Вы еще работаете над ним. Вы притираетесь, вы друг друга понимаете, чувствуете. У вас еще все в работе. Дальше. Что сделать, чтобы их окурпить, ваши отношения? Так. Если есть возможность, побудьте на расстоянии. Отдалитесь немножко друг от друга. Потому что отшельник, он призывает побыть в одиночестве, подумать о себе, уйти в себя, чтобы окунуться, подумать, что ты вообще делаешь, что тебе вообще нужно. Нужен я тебе вообще? Этот мужчина тебе нужен или нет? Это также и духовное саморазвитие. Когда ты понимаешь себя, когда ты чувствуешь себя. вам совет от карт. Это мечты. Но когда ты строишь мечты, это только иллюзия. Это только розовые очки. Если ты при этом ничего не делаешь, чтобы добиться этого, то эти все планы это просто пыль. Розовая, красивая, фиолетовая пыль. Строить планы и их осуществлять. Строить мечты. Но нужно доводить все до конца. Дальше. Четвертая карта. Это у нас дьявол. Это мужчина очень опасный. Это мужчина любит власть, секс, деньги, все то, что нельзя, а ему очень сильно хочется. Кстати, вот на таких опасных мужчин дьяволов знак скорпион очень хорошо тоже влияет. Большинство мужчин скорпионов это вот мужчины-дьяволы. Ну, потому что они ничего не боятся. Когда ты им говоришь, это опасно, им еще больше хочется. Как это так опасно и мне нельзя? Ха-ха. Это же моя стихия. Опасность. Так вот. Какие у вас с ним отношения? Вы находитесь в трехугольнике с этим мужчиной. То, что я и говорю, я же говорю, они любят все, что опасно. Мужчины-дьяволы лезут туда, куда не надо лезть, а им попробовать хочется очень. А почему? Потому что дьявол сам искушает на это. Они под властью находятся. Итак, выборы. Я бы сказала вам искать выбор для себя, с кем вы хотите остаться, с ним или уйти от него. Или делайте же выбор правильный, четкий для себя, потому что вы находитесь в трехугольнике. Что вам нужно сделать, чтобы укрепить свои отношения? Это дарить любовь, просто погрузиться в чувства и в любовь. Вот в прямом и переносном смысле просто не вылазить с постели, выходить только в туалет и покушать. Ну, то есть рыцарь кубков, вы понимаете, это любовь с большой буквы. Дарить и получать, дарить и получать. Это эмоции, это чувства, это наслаждение любовью. Вам совет от карт. это обнуление, это дурачок, это просто жить одним днем. Идти туда, не знаю куда, пойти на риск, да пусть что будет. Самое главное идти, смотреть вверх, не под ногами, что там дальше, каждый шаг свой измерять. Нет, смотреть вверх, идти вперед. Шут призывает превратиться в этого дурачка, просто отпустить всю ситуацию и пусть что будет. Дальше. Так, шестая карта, это рыцарь мечей. Рыцарь мечей у нас очень холодный, очень здравомыслящий. Это знак зодиака, водолей, весы, близнецы, упрямый, холодный, знание, его сила. Итак, какие у вас с ним отношения? Ну, вы находитесь в такой, я бы сказала, стадии страха, когда ты не знаешь, как мне выбрать правильное решение. Куда мне идти? Вправо или влево? Я хочу принять решение, но я не могу, потому что я боюсь. Мне страшно. Я боюсь делать и ошибиться, а потому что глаза закрыты. Просто закрыты у вас глаза у обоих. Вы чего-то боитесь и не решаетесь. Что вам сделать, чтобы укрепить ваши отношения? Это остановка отношений в принудительном характере, потому что вы уже боли друг друга наделали, мама, не горюй. Настолько больно обоим, как и морально, так и физически. Ну, естественно, король мечей. Король мечей, он только боль может приносить, но не всегда, но в основном холодный мужчина. Холодный, потому что он все исходит из области ума и логики. нету чувств, нету эмоций. И вам совет от карт. Но все-таки быть вместе, потому что четверка жезлов это поддержка со стороны, это поддержка помощи любимого человека, что кто-то тебя поддерживает, он рядом, чтобы не случилось. Хотя, вы знаете, это может быть, что поддержка и ваших родных и близких, ваша как бы такая некая команда семейная. Они вас могут всегда поддержать. Такое тоже может быть. Также я могу сказать, здесь немножко двояко, что приостановите отношения. в принудительном характере, приостановите отношения, уйдите. Пусть не продолжительное время, но отойдите от отношений этих, дайте время, побудьте, побудьте одной, и он пусть будет один, и вы. И посмотрите, как, может быть, незаметно, но ваши отношения начнут опять укрепляться. Может быть, так оно должно быть. в любом случае близкие вас всегда поддержат. Вот такой расклад. Потом напишите, как он проиграется у каждого. Я желаю всем счастья со своими половинками, и чтобы вас все наладило, все было хорошо. Спасибо всем.